Так-то я по факту 41-летний мужчина, но судя по анализам, похоже мне 90-100 лет. Друзья, всех приветствую! С вами зожник-физкультурник Алексей Шредер. И я снова в клубе Паши Бабича YouCan. Я вернулся из Республики Беларусь, и у меня сегодня первая стритлифтерская тренировка здесь. Вес мой сейчас чистый, 95,5 килограммов, то есть я продолжал голодать, и я похудел. Еще и того общий сброс мой составляет веса чистого жира 4,5 килограмма примерно за полтора месяца. Работаем дальше, пока не будет супер-рельеф. Поговорим по ходу моей тренировки об анализах. Я недавно сдал анализы на гормоны, на биохимию крови. Если вы заметили, на зарубе в Бабруйске был Андрей Егоров, он же врач, он же доктор, я его называю док. Андрей еще до того, как я ехал в Беларусь, попросил у меня и у моего старшего брата сдать анализы с некой исследовательской целью. У него такой солидный спор с важными московскими эндокринологами, которые большие деньги берут за свои консультации. Андрей много лет тоже принимает анализы у людей. Также он анализировал анализы Максима Трухановца и Евгения Лося. Он заверил, что у меня и у моего старшего брата будет высокий ГСПГ, глобулин, связывающий половой гормон. В то время, как важные московские врачи заявляют, что ГСПГ должен быть очень низким у молодого мужчины. Если он не низкий, в районе 15-20 единиц, значит у молодого мужчины какие-то проблемы. Либо это не молодой мужчина, а маленький ребенок, у детей высокий ГСПГ. Это женщина, потому что у женщин высокий ГСПГ. Либо это старпер, потому что считается, что чем старше человек становится мужского пола, тем выше у него ГСПГ. Но Андрей Егоров сказал, что у меня будет высокий ГСПГ. И у моего старшего брата, друзья. И он был категорически прав. Ты был прав, Смит. Ты всегда был прав. Сейчас мы немножко пробежимся по гормонам. Я вам расскажу, как я чувствую в свои, скажем так, гормональные 90-100 лет возраста. Так-то я по факту 41-летний мужчина, но судя по анализам, похоже мне 90-100 лет. Ну, как-то так. Так, захожу на подход. Так, я сделал подходик. Возвращаемся к анализам. Друзья, ну что ж, давайте выясним, кто я. У детей высокий глобулин, связывающий половые гормоны. Но я точно не ребенок. По паспорту 1981 года рождения. То есть мне 41 год. Извините, не ребенок. Теперь, что касается женщин, у которых тоже высокий ГСПГ. Друзья, у меня есть одна штука, но я вам ее показывать не буду. Но уж поверьте, она на месте. Проверять я его, конечно, не буду. Но это ладно. У меня еще и низкий эстрадиол. Женский половый гормон. Всего лишь 75 единиц. Это очень низко для женщин. Так, что как бы под женщину я не прокатываю тоже. Получается, я мужчина, который состарился очень рано. Ну, как сказала бы медицина. То есть, ну, все-таки я мужчина. Все-таки действительно, 81 года рождения. Но ГСПГ у меня высокий. Как правило, ГСПГ еще называют гормоном старости. Плюс-минус. Он равен возрасту. А у меня знаете, какой ГСПГ? 87. 87. В то время, напомню, как эндокринологи важное говорят, что нужно 15-20. А иначе это какие-то большие проблемы, да? То есть, в 4,5 раза выше нормы мой ГСПГ. Но, может быть, вы скажете, что Шредер там умирает. Он уже практически такой сгорбленный старик. Сейчас у него еще на данный момент есть мышцы. Но вот он чего-то просто еще сегодня не понимает. А это завтра вот он ляжет, умрет или сгорбатится пипирка на полшестого. Именно завтра. А сегодня пока еще просто не дошло. Но, может быть. Однако, не только со мной такое совпадение. Допустим, у моего брата ГСПГ 67. Что тоже соответствует возрасту примерно 70 лет. У Жеки Лося ГСПГ 54. То есть, это самая верхняя норма референса для мужчин до 50 лет. А Жеки 32, да? А у него уже предел ГСПГ для 50-летних. У Максима Трухановец два года сдавал анализы. У него ГСПГ был, по-моему, 44. И довольно низкий общий тестастерон. То есть, Максим Трухановец, на тот момент ему было 30 лет. Тоже, судя по всему, какой-то старик. И вот как бы мы все, я, мой старший брат, Максим Трухановец, Жека Лось. Вот такие, ну, какие-то старперы. Ни женщины, ни дети. Ну, вот такие-то старперы. Наверное, не стоит нам подражать. Не стоит пытаться вести такой образ жизни, как мы. Потому что, видите как, медицина говорит, что мы состарились. Вот. Ну, ладно. Пойду на подход, а потом поговорим дальше. И так, друзья, давайте я вам покажу результаты анализов своих на гормоны и биохимию крови, а также своего старшего брата. Я напомню, доктор Андрей Егоров, или врач Андрей Егоров, расскажет обо всем подробно. У него там целая исследовательская цель. И я уверен, конечно же, подключатся величайшие эндокринологи дивана и тоже вставят своих 5 копеек, а то и много 5 копеечных монет. Я расскажу о том, что я понимаю. Вот, допустим, мы сдали анализы. Там есть ЛГ, лютинизирующий гормон. У брата норм, 5 единиц, у меня 13. Завышен. Я не знаю почему, но подозреваю, что по двум причинам они отмечены. Причины завышенного ЛГ, это перегрузка физическая, которая как раз наблюдается. Мы сдавали анализы на высокой крепатуре мышечной. Ну, так получилось. После зарубы, через день, мышцы очень еще сильно болели. Так получилось. Ну, и плюс голодовка. Это две причины, которые могут повысить ЛГ. Ну, я думаю, по этой причине. Ну, а там, конечно, добавят эксперты диванное свое. Давайте все-таки выясним. Не этот показатель больше всего волновал Егорова. Его волновали прежде всего инсулин, индекс хома. Индекс хома я не знаю, что такое, хотя можно почитать. Ну, вот, инсулин очень низкий у нас с братом. Хотя кто-то писал в комментариях, это анаболический гормон. И у нас с братом, особенно у меня, поскольку с мышцами вроде норм, инсулин должен быть высокий. Нет, он очень низкий. Всего лишь 24 единицы при нижайшей точке референции 17,5. А у старшего брата вообще бы 17,2. Вот в самом-самом низу инсулин. Также важные показатели ГСПГ, тот самый глобулин, связывающий половые гормоны, который, я напомню, 15-20, по мнению эндокринологам, должен быть. А у нас с братом в разы завышен, в разы, в 3-4 раза. И индекс свободных андрогенов. Эндокринологи заявляют, что у здорового мужчины с мышцами, у которого должно быть все в порядке, с либидо, и индекс свободных андрогенов должен быть высоким. Более 50%. А у меня этот индекс всего лишь 26%. У моего старшего брата 32%. У Жеки Лося, если посчитать, там, в общем, нужно общий тестостерон разделить на ГСПГ и умножить на 100%. У Жеки где-то около 40%. Будет у Макса Трухановса низкий общий тестостерон ГСПГ-44. То есть там где-то 30% получится примерно индекс свободных андрогенов. То есть у нас у всех, у меня, у старшего брата, у Жеки Лося, у Макса Трухановса, у всех прилично ниже индекс свободных андрогенов, чем вот эти положенные 50% для молодого мужчины. Как бы, ну это что означает, типа у нас мало свободного тестостерона, все интернетные суперблогеры, эндокринологи, и кавычках, и без кавычек, заявляют, что чтобы иметь там какие-то мышцы, чтобы быть физически развитым. В общем, индекс вот этот свободных андрогенов должен быть высоким от 50 до 95%. А здесь не сходится. ГСПГ, они говорят, должен быть маленький, а у нас у всех большой. Индекс свободных андрогенов, они все говорят, должен быть большой, а у нас у всех маленький, маленький. Печальная история. Все наоборот, и что-то все не то. Мы, конечно же, не можем сомневаться в квалификации эндокринологов и настоящих, и диванных. Скорее всего, именно они правы, а мы какие-то аномалии. А если вдруг они не правы, друзья, то вот здесь вам стоит задуматься. Если вы сдаёте анализы, или если вам какой-то важный эндокринолог что-то говорит, и у вас похожи какие-то результаты анализов, а может они все-таки не правы. Но это мысль для вас. Что должно быть у нас, у мускулистых ребят, тех, которых я упомянул, с таким высоким ГСПГ и с таким низким индексом свободных эстрогенов? У нас должно быть как бы на полшестого. Докладывай, всё в порядке, Бобик сдох. Ну, друзья, конечно, вам и не положено знать, вы не узнаете, как, допустим, у меня с либидо. Ну, я вас уверяю, что 20 лет назад, что сейчас ничего не поменялось, всё прекрасно. Проверять я его, конечно, не буду. Как бы у нас у всех должно быть на полшестого. Либо у нас какие-то заболевания, что-то там с простатой связано. В общем, мы больные. И, конечно же, у нас должны быть очень низкие физические показатели. Мы должны быть слабыми и беспомощными, почти без мышц. Мышцы у нас у всех должны расти очень плохо, согласно теории. Ну, вот такие мышцы, допустим, у меня. Ну, не знаю, я доволен. В свои 41 год я бы не сказал, что я слабый, беспомощный, дрищ, что я выгляжу стариком, старпёром, согбенным, ходящим с палочкой, что у меня на полшестого. Я надеюсь. Как я себя чувствую, будучи, как бы, по факту анализному 90-летним стариком? Ну, друзья, не знаю. Не знаю. Я не заморачиваюсь, не запариваюсь, но говорю, как есть. Чувствую себя прекрасно. Вот. А посыл вот этого ролика заключается в том, что... Либо не повторяйте за мной, не ведите такой образ жизни, как я, иначе тоже в 41 год будете 90-летним стариком. Либо не верьте тому, что заявляют важные эндокринологи, важные врачи, которые заставляют вас бегать, там, сдавать что-то, колоть что-то. Вот если бы я пришёл к этим врачам с такими анализами, они бы увидели бы... Ну, ты видел? Видел! ...мой индекс свободных андрогенов, мой ГСПГ. Ну нахер. И отправили бы меня колоться анаболическими стероидами, чтобы сбить ГСПГ вниз и поднять уровень свободных андрогенов. Правильно? Зачем мне садиться на химозу, понижать ГСПГ, если у меня всё прекрасно? Ну, я не знаю, но я чувствую себя прекрасно. И вот вы тоже можете прийти к доктору, и у вас будет там анализ, какой-то ГСПГ завышен, по их мнению, и они начнут вас заставлять садиться на анаболические стероиды. Ну, как бы, я не знаю, подумайте на всякий случай, а я напомню, что всю эту тему подробнее рассмотрит доктор Егоров. Ну, а я погнал дальше. Я работаю сейчас на брусьях. Друзья, с этих пор, с этого времени, можете называть меня 90-летним стариком. У тебя нет энергии, нет сил. Не стоит. Ну, 90 лет, так 90. Что уж тут поделаешь, будут с этим мириться, будут стараться всё равно не терять оптимизма и с удовольствием проживать свою жизнь дальше. Всем пока! А сейчас пора ехать дальше пропагандировать спорт. Спасибо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова